В составе мобильной бригады врач и медсестра, которые еженедельно совершают по два выезда. С собой перевозят вакцину строго в термосумки, загруженный хлад элементами. В ходе каждого выезда посещают около 10 человек. Список желающих сделать прививку формируется заранее. Заявки поступают как в Центр соцуслуг, так и в поликлинику. В первую очередь это маломобильные пожилые граждане, которым сложно прийти в поликлинику с одной стороны и с другой стороны, чтобы избежать лишних контактов. То есть они сообщают это своим соцработникам, один поток информации идет, или же своему участковому врачу, или в регистратуру. И таким образом формируется список и проводится вакцинация. Проверить давление и насыщение крови кислородом. Убедиться, что у человека нет признаков ОРВИ и аллергии на медицинский препарат. А также выяснить, какие хронические заболевания имеются в каждом конкретном случае. И только потом приступить к вакцинации. По такому плану медики работают со всеми, кто решил защитить себя от ковида. Если все показатели в норме, прививка делается. Держите. У 88-летней Татьяны Сорокиной сомнений в необходимости вакцинации не было. Единственная проблема в силу возраста – добраться до поликлиники. Поэтому женщина очень обрадовалась, когда появилась возможность сделать прививку на дому. Дочь мне звонит. Мама говорит, сделай прививку. Вот спасибо за вашу работу. Сама я бы не смогла дойти. В числе тех, кто решил защитить себя от коронавирусной инфекции, и супруги Галина Митрофанова и Вячеслав Бранфяк. Поводом для этого послужил не только возраст 80+, но и ряд хронических заболеваний. Прививку нужно сделать обязательно, потому что вы находитесь в группе риска. Сейчас обострения заболеваний никаких нет. Сахар в норме, давление в норме. Поэтому вакцинация пройдет хорошо. Какие таблетки мне назовите? Прививку решили, чтобы не болеть, не заражать других. И самое главное – подольше пожить. Надо прививаться обязательно. Немаловажную роль для Читы сыграл и тот факт, что прививку можно сделать, не выходя из дома. Набрали мы вот тут пять человек подъезд. Я сказала, что все придут и делают вам прививочку. Вот мы с этим очень довольны. Спасибо вам большое. Это очень удобно, потому что мы ходим. Вот мы сейчас, во-первых, туда поедем, такси нам надо занимать. Туда такси, а тут такси. Вакцинация против коронавирусной инфекции стала более доступна жителям пожилого возраста и маломобильным гражданам города благодаря совместной работе Уваровской ЦРБ и Центра предоставления социальных услуг населению, которые с конца мая текущего года организовали работу выездных медицинских бригад. За это время прививки на дому сделали уже почти 90 человек.